МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Отродясь, такого не было". И вот опять эта крылатая фраза из незабвенного репертуара Виктора Степановича Черномырзина, как никакая иная, подходит к теме нашего сегодняшнего разговора. А у нас сегодня на повестке культура отмены. Культура отмены. Этот термин появился в нашем обиходе где-то на исходе десятых годов нашего, 21 века. И что ж, раньше ничего подобного не было? А как же античный астракизм? А как же салонная культура отмены, забвения, умолчания и другие светские табу хотя бы 19 века? И вот опять. Так что же изменилось? А спросим-ка мы у наших экспертов. В студии Историады Наталья Таньшина и Владимир Кикнадзе. Культура отмены в историческом контексте. Давайте прямо сначала объясним, что мы вот сейчас имеем в виду, говоря об этой культуре отмены, а это явно cancel culture, да? То есть каким-то англо-саксонским душком, а может быть, даже американским, да, оттуда веет. Вот что это сейчас? Вы совершенно верно заметили, что это явление, наверное, старого как мир, да, и астракизм неслучайно вспомнили. Другое дело, что сейчас появился, наверное, модный новый термин cancel culture – культура отмены или культура обнуления. Сюда же можно отнести стирание историй, потому что это все явления, в принципе, одного поля. Таньшина Наталья Петровна. Окончила Коломенский педагогический институт. Доктор исторических наук. Профессор кафедры всеобщей истории, института общественных наук, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Профессор кафедры новой и новейшей истории стран Европы и Америки, Московского педагогического государственного университета. Автор более двухсот научных работ, в том числе «Русофилы и русофобы. Приключения французов в Николаевской России». Наполеоновская легенда во Франции в годы июльской монархии. Вот в таком современном понимании, вы очень верно сказали, что это явление недавнее, это явление, в принципе, даже, знаете, не начало нашего уже тысячелетия, потому что, вообще-то, это слова из одной песни, из одной американской песни. А, ну да, ну там же про любовь было, да? Да, которая была отменена. То есть все началось с любви. Да, то есть афроамериканский певец, гитарист известный, он исполнил эту песню в 1981 году, в котором отменил любовь своей девушки. Спустя 10 лет сняли фильм, где эта тема тоже была поднята. И вот как-то из такого репертуара эстрадного или кинематографического это пошло. Хотя понятно, что корни вот такого явления, как культура отмены в современном американском понимании уходят в 60-е, в протестные годы. Вот это вот бунтующее, бунтарское десятилетие, молодежь. И тогда вот с помощью таких методов, ну, как пишут современные историки или исследователи, маргинализированные слои общества могли отменять что-то. А вот сейчас уже это явление, оно, может быть, приняло несколько иные формы с развитием системы интернет. Потому что прежде всего отменяют... Ну да, но вы мирного коммуникации, конечно. Да, именно там, когда человеку кажется, что его ненавидит весь мир, что его отменяет весь мир, это может быть только какое-то сообщество интернет, но с другой стороны волны идут широкие, и вот под эти жернова культуры отмены может попасть кто угодно, за что угодно, наверное, и когда угодно. И поэтому вот это явление культуры отмены, оно порождает вместе с тем и такое явление, как культура страха, когда уже люди просто боятся говорить, думать или высказывать свое мнение, потому что они могут быть отменены даже за то, что они когда-то давно уже, может быть, говорили. Но все-таки вы сказали, началось с маргиналов, то есть была какая-то, да, ситуация, когда, ну, тогда маргиналы, какие-то протестные маргиналы, да, в культуре еще поздних, предположим, 60-х, что-то могли делать, чтобы доказать вот свою правду, условно говоря. Но это маргиналы. Да, или бороться наоборот. То есть изначально она же, вот эта идея, она не носила в себе чего-то такого деструктивного, разрушительного, то есть не против чего-то, да, может быть, а бороться за что-то, бороться за достижение своих прав. Особенно как раз в 60-е годы, это же все опять-таки волна расовых проблем в Соединенных Штатах Америки. И как раз вот на основе нерешенного расового вопроса за решение тех проблем, которые корнями уходят еще в гражданскую войну, это движение и ширится. И, кстати, и здесь мы как раз выходим на вот эту проблему уже борьбы с памятниками в тех же самых Соединенных Штатах Америки. И это же опять истоки гражданской войны и памятники героям конфедерации, которые стали создаваться в конце 19-го века в Соединенных Штатах Америки. И сейчас, вот если в таком широком плане как раз культура отмены, она прежде всего проявляется вот в этой борьбе с памятниками героям американской истории. Ну, в том числе, конечно. То есть изначально так, что-то надо отменить в прошлом, да, чтобы попасть в будущее. Ну, как бы такая вот модель. Да, и вот Наталья Петровна правильно обратила внимание, то есть на 60-е годы на причины появления этого явления, которое получило такое позитивное название, да, культура отмены вроде бы, да, культура, хорошее такое слово. Ну, сейчас уже не очень понятно, то есть изначально у человека, который столкнулся сегодня с культурой отмены, у него возникает первоначальный вопрос. Ну, как такое явление могли назвать таким хорошим словом? Кикнадзе Владимир Георгиевич окончил Минское Суворовское военное училище, Калининградское высшее военно-морское училище, а дьюнктуру при Балтийском военно-морском институте имени адмирала Ушакова. Доктор исторических наук, кандидат военных наук, доцент, полковник запаса, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, учредитель и главный редактор сетевого издания «Наука. Общество. Оборона». Автор более 200 научных работ, в том числе монографий, российская политика защиты исторической правды и противодействия пропаганде фашизма, экстремизма и сепаратизма. Как защитить свою историю? Государственная политика современной России в сфере сохранения исторической памяти и обеспечения медиабезопасности, направления, противоречия, результаты и перспективы. А если мы посмотрим как раз-таки вот на Соединенные Штаты Америки в 60-е годы, вот тогда же появились и одновременно такие концепции, тоже, так сказать, закамуфлированные сегодня в красивые слова, как толерантность, а еще такое явление, концепция, как diversity and inclusion, да? То есть тоже бы вроде бы изначально преследовалась цель лишить проблему вот этой вот расовой дискриминации, других дискриминаций, позволить, так сказать, всем занимать рабочие места изначально. Интегрировав, ассорбировав, переваривав. Вроде бы дать равные права, но уже тогда во многом вот первая же крупная компания, которая применила этот принцип, IBM, а потом и компания IKEA, на мой взгляд, они преследовали не столько цель дать различным людям по расовому принципу, по полу равные права, сколько именно стереть память у этих людей, которые во многом были, допустим, связаны с фашизмом, связаны с нацизмом, и дать им возможность этим людям, независимо от того, какое у них прошлое, быть равными с другими людьми. Это уже европейские, да, комплексы и проблемы, да, послевоенные. Да, да, да. Ну, так или иначе, 60-е годы, где истоки современного, да. Ну, IBM впервые этот принцип, тогда он чуть-чуть не назывался, вот в 53-м году уже применила, когда началась как раз-таки волна ренацификации, когда шла реабилитация бывших нацистов, и им нужно было, так сказать, тоже пристроить на хорошие лакомые места, пожалуйста, да, приходите, неважно, кем вы были в прошлом, мы это стираем, вы, так сказать, у вас происходит обнуление, вы сегодня такой же член общества, перезагрузка, да. Ну, с другой стороны, мы понимаем, что послевоенная реакция, особенно во Франции, вот этого общественного астракизма, да, по отношению к коллаборантам, причем без разбора иногда, перехлёстывала в иную сторону, здесь нужен был какой-то баланс, да, то есть, ну, как бы были разные мотивы, в том числе и обнуление, вот, предложенному Рианте Вебе. А, собственно, в Америке вот это перехлёстывание, оно ведь в конце концов и произошло, потому что, если мы возьмём 60-е годы, а, понятно, корнями-то мы все уходим в раннюю американскую историю и в концепцию плавильного котла, да, Америка как государство, которое мультикультурное, мультинациональное, все нации плавятся, в итоге формируется единой американской нацией, хотя уже как раз вот в 70-е годы американские антропологи, они начали шутить, что хотели сварить суп, ну, имеется в виду крем-суп, суп-пюре, а получили салат, то есть вот эти вот люди, которые должны были, да, раствориться, как-то интегрироваться, они не захотели растворяться и терять свою вот собственную какую-то идентичность национальную, а сейчас это же уже приводит к тому, что, то есть следователи пишут и американские, и наши, что разрушается сама основа американской государственности как таковой, почему, потому что рушится сама вот эта вот американская идея, которая же была основана на вот этика достижений, этих успеха, равенство возможностей, конкуренция, равные стартовые условия, а получается, что вот это вот все начинает размываться, потому что люди понимают, что все дело не в равных каких-то возможностях, а наоборот, что формируются какие-то жесткие политические вот эти группы, истеблишмент, как раз термин же появляется тоже тогда, в 60-е годы, и получается, что некоторые равнее других, а потом опять-таки, вот если мы возьмем вот эти мультикультурные процессы, то ведь изначально Америка базировалась как государство вот этой титульной белой нации, то есть англосаксы, белые и протестанты, и их даже по подсчетам на 80-е годы прошлого столетия было порядка 80%, а сейчас получается уже вот 20-е годы этого столетия, нашего тысячелетия, точнее, уже 61% белые англосаксы, получается, что вот эта сама основа американской государственности, она начинает размываться, и все вот эти вот символы американской идеологии, американской мечты, они тоже куда-то начинают уходить, и это даже проявляется на уровне партийной борьбы уже демократов и республиканцев, если раньше двухпартийная система базировалась на чем? На том, что сомнению подвергаются какие-то аспекты тактические, наверное, а цель не подвергается, она не сваривается. Да, и это как раз и создавало эту систему вот такой стабильной. А теперь получается, что республиканцы и демократы, они как раз вот эти вот базовые ценности, успех, конкуренция, эти-ка достижения, они начинают воспринимать по-разному, и поэтому появляется, ну, это может быть позже скажем, даже так называемая критическая расовая теория. Немножко попозже, да, мы это так, ну, смотрите, да, получается, что это так или иначе связано с каким-то кризисом, этой либеральной рыночной модели. И, соответственно, идет перестройка на всех уровнях, да, в связи с этим, да, вот это вот, как бы, правило, СФР, вот пусть они действуют, да, и все как бы само собой вырулится, уже не работает. Значит, надо что-то подчищать в прошлом. Именно. А можно подчищать, можно исправлять, можно говорить, что были допущены такие-то ошибки, а можно просто все обнулять, каяться и предавать это забвению, вот, или стирать. Смотрите, да, обнуление и, условно говоря, какое-то публичное покаяние, это, в общем, не критическое переустройство. То есть, это не критика, вот, в старом, добром значении этого слова. Когда что-то споставляется, делаются выводы и признается правота или... Это совершенно другая вещь. Все-таки, значит, Америка. Мы, вот, как оказываемся заложниками, как ни странно, да, какой-то американской истории. Это так? Ну, во многом и заложники, и повторяем тот путь. Вот, допустим, сегодня в нашей стране уже в прошлом году, в этом году на высшем государственном уровне принимаются решения о нашем будущем, но в контексте прошлого, причем прошлого многовекового. Сегодня мы пришли к пониманию, для того, чтобы исправить свое настоящее, правильно строить будущее, нам нужен базис другой. Нашим базисом должны стать традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом возникают многие вопросы. Гласит один из законов об основе государственной политики. И вот совсем недавно уже, так сказать, очередные поправки уже в кодекс, связанные с нашей культурной политикой, да, где мы должны, так сказать, больше блюсти чистоту и русского языка, и других ценностей. Но если мы, так сказать, вернемся к Америке и посмотрим, конечно, на 80-й год выборы президента Рейгана. Рональд Рейган. Американский государственный и политический деятель, республиканец, сороковой президент США. также известен как киноактер и радиоведущий. С целью усиления влияния США на внешнюю и внутреннюю политику СССР провел серию встреч с генеральным секретарем ЦК КПСС Горбачевым. Подписал договор о ликвидации США и СССР ракет средней и меньшей дальности. Он ведь во многом свою избирательную кампанию и победу в ней строил на том, что все, что негативное было в экономике, в социальной сфере, во всех, во внутренней политике в целом, это результат отказа от традиционных ценностей, но американских. И он говорил, давайте возвращаться к ним и с этого начнем переустраивать. Семья, история и так далее. И во многом это действительно сработало тогда. Но с тех пор прошло уже полвека. В общем, да. Ну, мне кажется, эта борьба как раз и идет. Трамп как раз и Байден, и нынешняя администрация. Потому что как раз Трамп, он же и выступал с этими идеями возвращения к великой вновь ценностям. На каком основании и по какому праву. А как раз именно тогда же формируется вот это вот, о которой я уже упомянула, критическая расовая теория. Суть которой сводится к чему? Что Америка как государство, она изначально была основана на российских принципах. То есть это как раз идея доминирования белого человека, протестанта, англосакса. И поэтому и конституция США, и религия, вера протестантская, она вся пронизана вот этими идеями расового превосходства. И поэтому сторонники вот этой критической расовой теории, они говорят о том, что необходимо пересмотреть все вот эти структуры, основы американского общества для того, чтобы как раз по сути изменить, не изменить, может быть, ситуацию в корне, но просто заменить одну титульную нацию или расу на другую. И поэтому это, по сути, идея цветной Америки. Это уже идея не белой Америки, а цветной Америки. И поэтому Трамп, он же даже... То есть даже не цветной, а многоцветной. Да, вот такой вот поле какой-то мозаичный, очень даже мозаичный, очень цветной. И Трамп, он же как раз принимал законы, которые должны были запретить на уровне штатов преподавание в рамках школьных программ вот этой самой критической расовой теории. Ну, вот то, что я говорила, демократы, республиканцы, они теперь уже начинают отрицать друг друга. То есть так называемая игра с нулевой суммой. Как раньше было в годы Холодной войны противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Ни одна из сторон не должна победить, потому что победа одной это проигрыш. Да, притец в том, притец в другом аспекте. И поэтому Байден, он аннулирует все указы, все законы Трампа и как раз насчет критической расовой теории, которая наоборот продвигается, постулируется и по сути Белый дом себя представляет как вот такого пионера в продвижении вот этой критической расовой теории и вот этого правильного представительства. То есть они сами должны олицетворять вот это вот рождение новой такой цветной Америки. Смотрите, давайте все-таки куда-нибудь копнем поглубже в истории. Вот та же самая античность. Что такое астрокизм, какие механизмы, что это за явление было? Изначально мы же должны понимать, что это мера вот какого-то наказания. Наказание за конкретно совершенные преступления, за какое-то деяние. В рамках культуры отмены мы с вами не могли бы говорить об этих персонажах. Вот в чем дело. И как раз вот эта культура отмены, она очень наглядно проявляется в системе образования, когда преподаватели, они о многих вещах не могут говорить. И об Аристотеле, и о Платоне, и о многих античных авторах, которые писали о системе рабовладения, то есть с точки зрения сторонников вот этих новых подходов, они являются расистами. И поэтому их имя упоминать просто запрещено. Это некое табу. И таких примеров же много в американском именно преподавании, образовании. Когда, допустим, один профессор, он упомянул Цицерона и сказал, что, вот его известное выражение о том, что философия мать всех наук. И он тот же был подвергнут вот этой культуре отмены, потому что кто-то из студентов заявил, что, а почему вы говорите мать? А почему не отец? А отец тоже может быть родителем вот этой самой философии? И так далее. Или, допустим, другой случай, когда другой преподаватель, причем с объяснениями, что сейчас пойдет речь о цитате из Марка Твена, и там будет произнесено слово негр. Ну, она цитату эту прочла, и все. Она оказалась уволенной из университета и судится теперь с администрацией. Таких примеров много. Да, потому что вот теперь задача уже университетской среды это подвергать деколонизации вот тех или иных авторов. Это культурная деколонизация. То есть в каком смысле деколонизация? Ведь все это прошлое, это колониальное прошлое, за которое надо каяться. А, то есть мы деколонизируем наше же собственное прошлое, очищая его от грехов колонизации. Поэтому здесь первая фигура это колонизация. То есть это то, что раньше было доблестью, теперь считается грехом. Вот Христофор Колумб это главный такой, наверное, тиран, главный злодей. Христофор Колумб испанский мореплаватель в 1492 году открыл для европейцев новый свет. Он первым из достоверно известных путешественников пересек Атлантический океан в Северном полушарии. Открыл Южную Америку и Центральную Америку, положив начало их исследованию, включая континентальные части и близлежащие архипелаги. Всего совершил четыре плавания к берегам Америки. Наибольшее число памятников, помимо лидерам конфедератов, это как раз Христофор Колумб, потому что это главный расист и главный создатель этой самой ситуации, которая привела к тому, к чему привела. И десталинизация, и декоммунизация, это же тоже... Это все придумано для того, для замещения той истории, для отмены той истории геноцида, который творили прежде всего англосакцы, первые американцы, британцы, на одном континенте, на другом континенте. И то, что мы сегодня, казалось бы, для нас такие уже стали привычные явления 27 января, в другие дни, когда мы говорим об освобождении концлагеря с Венцем, о других ужасах геноцида, когда рассказывают, что освободителями является не Красная Армия, не Советский Союз, а якобы по ошибке Соединенные Штаты Америки. Или Барак Обама говорит, что это мой дядя. Как бы случайная оговорка. Да, на самом деле это, конечно, серьезная политика вот той деколонизации, то есть стирание тех действительно серьезнейших грехов, тех страшнейших преступлений, которые и в прошлом, да и по большому счету и в настоящем. Прежде всего у Соединенных Штатов Америки, у Великобритании. И один из способов отмены той истории, это, конечно, замещение исторического полотна негативно искаженной истории других государств, других народов, других обществ. А, то есть ищут козла отпущения, его запускают вперед, а под сурдинку перестраивают свою. А своя история просто уходит на второй, на третий план, когда выставляется в качестве агрессора, в качестве постоянного колонизатора, захватчика, другое государство, другой народ, что, собственно, и представляет из себя явление русофобии, ведь оно придумано, сделано, развивается все больше и больше именно прежде всего с этой целью. Для очищения, для обнуления своей истории. Да, безусловная такая многоходовка. То есть это не просто так, да, сегодняшнее явление, а завтра пройдет. Это некая стратегия, в этом есть какой-то план свой. Ну, конечно, потому что это, как мы уже видим, имеет очень давнюю такую глубокую историю. И как раз ведь, вот Владимир Георгиевич очень верно сказал, перенос своих проблем, каких-то своих грехов на других. Потому что как раз ведь очень часто происходит некое такое сравнение колониальной политики европейских государств, Соединенных Штатов Америки и российской политики. Но часто ведь забывают о том, что Россия-то она несколько иную политическую систему проводила, и это не та колониальная политика, и не тот геноцид, в котором как раз обвиняют Колумба. Потому что ведь главное обвинение в адрес Колумба это то, что вот он как раз является отцом, ну или матерью, если быть, да, политкорректный, он является творцом по крайней мере геноцида в глазах. Именно так. И термин геноцид звучит в этом контексте. То есть получается, что когда-то, вот допустим в отношении нашей страны, да, вот приходится добиваться о геноциде русского народа, да, и никто этого не признает. А здесь вот это просто используется вот как некое такое клише, вот творец геноцида и все, и это как-то разносится. Другое дело, что это может быть не научно и всегда идет в среде, да, но поскольку эта культура отмены, она и действует вот в этом медийном пространстве, и это сразу приобретает очень широкий общественный такой резонанс, и кажется, что об этом говорят все и думают так все. И это, конечно, вот отличие современности от прошлого, то, что вы вначале обозначили вопрос, то, что медийные возможности современности, конечно, позволяют это делать. Или мнимо невероятно, но производят ошеломляющие впечатления. Ну и темпы, и воздействия, и глубина охвата различной аудитории, то есть под каждую аудиторию уже свои придумываются меры, свои мифы. Для школьников в учебниках одно, для студентов другое, кто смотрит интернет. Третье, особенно социальные сети с техническими их возможностями, они позволяют это делать вообще По сути, да, пандемия информационная. Каждому свою инъекцию. Мегавирус. А есть у нас примеры, ну, какого-то вот иного, особенного поведения людей из академической среды, как вот вообще, есть сопротивление или, ну, попытка критического разбора этой ситуации? Вот, очень важная проблема, потому что, вот, как я уже сказала, среди политиков, может быть, эти методы подвергнуть друг другу культуре, отмены, они не так активно применяются, больше об этом говорят. Допустим, в Америке те же республиканцы и демократы, они об этом говорят, но не то, что они вот постоянно этим занимаются на деле. А вот в университетской среде, да, это как раз очень часто происходит. И это, наверное, главная опасность вот этой культуры отмены. Почему? Потому что ведь университетская среда, университетское пространство, это же пространство для диалога, для дискуссий, для... Как разочельно университет территории свободы, да, как он был задуман. Да, что-то и дело. Интеллектуальный, там, творческий, любой. А получается так, что вот эта самая культура отмены, как мы уже сказали, она влечет за собой и, соответственно, преподаватели, они буквально каждое свое слово должны просчитывать и полагать, вот думать, не будет ли это воспринято с точки зрения кого-то как оскорбление. То есть превентивно не будет ли воспринято, а будет или не будет, никому неизвестно. То есть, ну, в общем, это ситуация пролеча. Получается, да. Вот я себя представил сейчас, да, вот перед нашей камерой, и тут вот еще товарищи все сверяют. И вот я понимаю, что превентивно это просто у меня вот сразу же парализует, ну, всякую способность. Конечно, степень творчества значительно ограничивается в таких условиях. Как и поведение даже вот простых людей. Конечно. Концепция этой диверсити, ну, до каких крайностей дошла до сегодняшнего дня. То есть семья русскоязычная садится в самолет в Соединенных Штатах Америки. Четверо детей. Накануне ребенку читают сказку про какую-то обезьянку, которая была там вовсю оранжевая одета. Оранжевый плащ, оранжевый капюшон, оранжевая шляпа. Они идут в аэропорт. И ребенок видит женщину, неважно, значит, по какому, так сказать, разуму. Но она одета тоже, так сказать, в оранжевую. И она ее называет обезьянка. Чем заканчивается? То есть семью полностью не депортируют, но с рейса саживают, объясняют, ну извините меня, женщина это сказала. Она напишет соответствующую жалобу нашей аэрокомпании. Женщина ничего не сказала в ответ, вот ту, которую так назвали. Эта компания превентивно вот так себя ведет. Да. Понимаю, что будут серьезные претензии. Более того, значит, соответствующие документы сразу в данные этой семьи вносятся, и они этой авиакомпании больше воспользоваться не могут. Они вынуждены лететь в другой авиакомпании. То есть не только педагог, учитель, творческий человек должен задумываться над тем, что он может сказать и произнести, но и родители теперь должны следить и думать, как бы ребенок, маленький, что-то, так сказать, в обществе не произнес такого, что может быть воспринято, значит, иначе, как якобы затрагивает чьи-либо свободы. Не говоря уже, значит, про поведение мужчин, которые, прикрываясь вот этой концепцией, этими правами, проникают в женские раздевалки. То есть там, если ты биологический мужчина, но говоришь, что «а я себя чувствую, ощущаю женщиной», тебе не имеют права запретить туда проникнуть, завершается, значит, все это, так сказать, в том числе соответствующими преступлениями по отношению к женщинам и что говорят в американском и в других обществах. Но это исключение из правил, ничего здесь страшного, важнее совершенно другое обеспечить каждому вот такие вот свободы. Важнее, да, вот это замечательное слово сейчас сказать, важнее оказывается другое. Мнимые те ценности, которым в итоге пришли, которым на протяжении трех десятилетий пытались навязывать нам, и сегодня по-прежнему пытаются это делать, вы посмотрите, какую реакцию в обществе, во власти и в некоторых крупных компаниях вызвал закон, запрещающий пропаганду в литературе, в книге ЛГБТ-сообществ. Вот очень, мне кажется, такое есть важное замечание по поводу свободы, о чем вы совершенно верно сказали, что якобы это ущемляет мою свободу. Я же свободный человек, да, и это ущемляет мою свободу, мы же свободные люди. И, собственно, вот в Америке, когда начался вот этот процесс с памятниками, борьбой с памятниками, и я имею в данном случае сейчас не в целом вот памятники конфедератам, которые уже давно, да, подвергаются, ну вот с 17-го года особенно, там их сейчас более ведь двух тысяч, и постоянно вот это вот движение против памятников, особенно генерал Ли. Роберт Эдвард Ли, американский военный, генерал армии конфедеративных штатов Америки, командующий Северо-Вирджинской армией и главнокомандующий армии конфедерации, один из самых известных американских военачальников 19-го века. Он прежде всего такой главный персоной нападок и оскорблений, да и не только, это и отцы основателей США, это и президенты. То есть не только юг, но и север тоже, да, под ударом. И это даже вот и Вашингтон, и Линкольн, они же тоже все подвергаются вот такой системе. И когда, допустим, Трамп предложил вот проект создания национального парка, где были бы размещены скульптуры, причем много скульптур вот главных героев американской истории, причем начиная там еще с Колумба, то Байден, и этот парк, он должен был открыться в 26-м году как раз к юбилею 250 лет принятия декларации независимости США. И вот как раз Байден эти указы Трамповский отменил на то им основании, что там не соблюдена гендерная пропорция. А это логично, что большинство людей, которые стояли и не только у истоков американского государства, но и играли какую-то заметную роль в дальнейшей истории, они были мужчинами, общество было так устроено. Вот гендерные пропорции. Должно уточнить, биологически были мужчины. Да. А что они о себе думали, мы не знаем. Как себя ощущали, да? Ну вот поэтому Байден это все и отменил. И ведь главное, на что он ссылается? На то, что общество не должно навязывать тех людей, которых мы считаем героями. Каждый сам в праве решать, кто будет его героем. Просто прекрасно. Общество, да, не имеет права вот это диктовать. Пускай каждый сам выбирает. А в Европе, ведь это же то же самое, европейские, допустим, вот мои коллеги французские, они уже не знают, как преподавать дисциплины, как преподавать классические. Вот пример, пожалуйста. Вот, вот допустим, мой коллега, он француз, он преподает, пишет диссертацию, преподает французскую классическую литературу в лицее. И он мне рассказывает, я не знаю, как мне преподавать классиков наших. Про войну тема запретная, ее лучше не поднимать. Религия это вообще абсолютно табуированная тема. Про женщин тут просто нельзя говорить никоим образом. И так далее. И я его спрашиваю, а как же ты преподаешь? Вот как же Монте-Сквер, Руссо, там же и все это есть. А купюрами приходится вот убирать что-то, подчищать, и вот так вот очень маленькими какими-то фрагментами давать классика французской литературы. Потому что все остальное это просто именно опасно. То же самое происходит с его собственно темой научных исследований, как раз это колониализм. Потому что и он так и говорит, что меня тут же обвинят в колониализме. Мало того, что там все вот эти пирожные тоже переименовываются уже давно, даже вот в еде. Вот допустим круассан по-арански, круассан с абрикосом. Традиционно его называли круассан по-арански. Нельзя, потому что Аран это провинция Алжира, город Аран и провинция Алжир. Это сразу ассоциация с колониальным прошлым. Поэтому нельзя. Уж я не говорю о том пирожном, которое было всегда, и оно называлось, простите, так оно звучало, голова негра. Да, да, да. Буля шокуля. Вот сейчас это буля шокуля, то есть шоколадный шарик просто. Никак иначе. И попробуйте вы его так скажите. И он, изучая историю Алжира, он ее вынужден изучать с истории из позиций французских исследователей. То есть он может писать только о том, что допустимо в нынешнем французском обществе. Он не может писать о зверствах французов, которые они чинили в Алжире. Он должен писать только о том, что, допустим, лидер французского сопротивления, эмир Абдель-Кадир 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 Арабский эмир, национальный герой Алжира, полководец, ученый, оратор и поэт. Вел борьбу против французского колониального вторжения в середине XIX века. Будучи исламским ученым-богословом и суфием, неожиданно оказался во главе военной кампании и в течение многих лет успешно сопротивлялся одной из самых передовых армий в Европе. Был провозглашен святым среди князей, князем среди святых. И, кстати, в Париже ведь много, ну или немного, но целый ряд мест, которые носят имя Абдель-Кадира Алжирского. То есть это знаменитый, действительно, герой сопротивления, такой лучший враг французов, как они его называют. Да, потому что он долго с ними сражался, но в итоге они его победили, и более того, он добровольно признал французское превосходство. И вот, допустим, рядом буквально со сквером, с домом Наполеона, фонд Наполеона, Наполеон тоже персоны очень, его тоже подвергают культуре отмены, и об этом можно сказать отдельно. И он туда же, да, попал? Конечно, потому что он же превратился на волне вот этих расовых проблем в расиста. Он же восстановил рабство в колониях, и все. То, что Наполеон создатель современной Франции, тем более Франция, она же тоже мультикультурная, и для выходцев неевропейских стран Наполеон это вот непонятный персонаж. И его представили именно в виде расиста, и памятники Наполеона точно так же сносят, и Жозефини на Мартинике. И то есть вот Абделькадир, даже если посмотрим маленькую такую табличку, которая стоит или висит, да, в сквере, носящем его имя, там же вообще нет упоминаний, что это борьба, что это вот длительная французская борьба с Алжиром. А просто вот Абделькадир, который героически сражался за независимость Алжира. Получается, опосредованными руками ученых, педагогов создаются новые и новые поколения, которые, у которых изначально уже там в памяти настолько стерты важные, так сказать, вехи истории, которые не будут позволять им правильно ориентироваться в своем настоящем и будущем. Вплоть же до уголовных сроков получают... А уже существует систему уголовного наказания. Совсем недавний свежий случай. Один, так сказать, из... Вторых, у нас же до некоторого времени у Российской Федерации официально были два государства вражеских. Соединенные Штаты Америки объявлены и Чехия. Вот в Чехии, значит, после демонтажа в Праге памятнику Коневу, которого Якова из освободителя превратили, значит, в агрессора, угнетателя и так далее. Причем в контексте уже совершенно других событий. А теперь вот два чешских ученых получили реальные сроки лишения свободы тюремного заключения за отрицание так называемой Катынской трагедии. То есть они поддерживают ту точку зрения, которая была принята и зафиксирована в обвинении на Нюрнебергском процессе, что за трагедию под Смоленском 11 тысяч военнослужащих несет ответственность Вермахт и так далее войска. Но сейчас в Европе и в мире совершенно другая точка зрения, которая десятки лет искусственно обосновывалась о полной ответственности Советского Союза. И вот люди, которые просто высказали другую точку зрения. Для Польши это всегда позиция была приоритетной. которая казалась бы с точки зрения международного права, международного военного трибунала имеет четкую понятную оценку, тем не менее получили реальное лишение свободы. Вторая мировая война, да, это очень сильная такая пластинка, которая за последние два-три десятилетия заезжена, особенно 23 августа 1939 года в контексте заключения договоров о ненападении между Германией и Советским Союзом. секретных заполнительных протоколов, которая разыгрывается, как вы видите, вплоть до последнего времени. Даже антироссийский форум Крымская платформа первый проводили именно 23 августа. Символически так, да? Символически, да, в 21-м году, в 22-м году, значит, эту тему развили вплоть до того, значит, что лидер Украины вернуть Японии Курильские острова. Ну, почему бы и нет? Легко. Опять-таки, это же все в контексте событий конца 30-х, начала 40-х годов и Вторая мировая война, что якобы Советский Союз нарушил пакт о нейтралитете с Японией, и Япония, оказывается, не являлась государством агрессором во Второй мировой войне, а агрессором оказывается является Советский Союз по отношению к Японии, и он якобы отобрал ее территорию, южную часть Курильских островов, южную часть Сахалина, а не вернул свои земли. И это же все на международном уровне, в присутствии политиков, руководителей десятков государств Европы, все это, и дальше понятно, это идет, как мы сказали, через средства массовой информации в школьную программу и так далее, и потом эта молодежь приходит уже, занимает чиновничные месла и кресла и продолжает эту политику. И даже, наверное, не только, мне кажется, молодежь, потому что, если мы возьмем события Второй мировой войны, ведь они же от нас в прошлое уходят, как бы мы ни хотели, герои уходят, участники уходят, и для нынешних-то детей, я думаю, это вообще Вторая мировая война, Великая Отечественная война, это примерно то же самое, что война 12-го года или Куликовская битва. То есть они такие же представления имеют. И вот если мы, например, посмотрим, как европейцы сейчас воспринимают вот эти битвы Второй мировой войны, сражения величайшие, наши победы, вот, допустим, Сталинградской битвы, да, 80 лет 2 февраля как раз мы празднуем, но, понятно, в западной традиции давно уже это событие не воспринималось или не всегда однозначно воспринималось как коренной перелом, да, во Второй мировой войне, потому что это все говорилось, это все в контексте и Эль-Аламейн, и другие сражения, а вовсе не одна эта битва, а когда, вот, допустим, у обывателей, у европейцев просто спрашивают, кто внес решающий вклад вот в победу в Сталинградской битве, и обычные люди, они отвечают американцы и англичане, и не просто потому что забывают, а просто это вот действительно подменяется и стирается, и вот буквально я накануне вот юбилея этого 80-летнего Сталинградской битвы решила спросить у своего французского друга, он обыватель, но очень интересуется историей, понятно, своей историей, да, французы всегда, прежде всего, свое изучают, но он всегда очень интересуется, я его спросила, вот что вы думаете, Жак, о Сталинградской битве, он сказал, что да, я знаю, Сталинградская битва это вот великая победа Второй мировой войны, где немцы потерпели поражение по причине мороза, то есть вот опять-таки, и ведь в историографии это, и даже в нашей историографии такое можно встретить, что главная причина победы это вот холодно было и помощь по Лент-Лизу, хотя понятно, что помощь по Лент-Лизу шла прежде всего в Великобританию, а не нам. Ну и собственно, никакой битвы не было, был просто мороз и еды не хватало, поэтому развернулись и ушли. Да, или я посмотрела там какой-то сайт исторический, опять-таки, французский портал, и там пишут, что даже на одном из них под знаком вопроса, кто одержал победу в величайшем сражении времен Второй мировой войны в Сталинградской битве, и знак вопроса. Понятно, что это рассчитано на обывателя, который просто вот этим заинтересуется и скажет, ого, неужели еще какая-то сенсация, и снова там что-то отменили. И вообще пишут, что вот это такая национальная катастрофа для немцев. То есть, опять-таки, вот некая такая, ведь мы же должны испытывать сострадание. Ну да, впервые же был объявлен траур тогда национальный в Германии по этому поражению. Но и для нас важно, конечно, то, что мы сегодня стремимся имя Сталинград вернуть. И особый, так сказать, размах этой дискуссии принял я в этом году, в канун 80-х, десятилетий. Обратите внимание, вот мы как раз об этом сегодня говорили, как меняется со временем позиция того, что решения по таким вопросам должны приниматься с учетом интересов всех или каждого. Ведь в свое время Волгоград, Сталинград был переименован в Сталинград решением сверху, навязанным, причем на первом съезде, в первой попытке, значит, то у Хрущева это не получилось. 80% депутатов проголосовали против. Через 4 года была, так сказать, повторена попытка. А сегодня ведь, и многие на это обращают внимание, посмотрите, решение вернуть Волгограду имя Сталинград принимается не сверху, а все-таки пытаются прислушаться, прежде всего, к жителям не только города, до Волгоградской области. А другие эксперты говорят, но ведь это город-герой в масштабах всего нашего Отечества и государства. Наверное, нужно правильно предоставить возможность каждому гражданину России, который считает для себя высказать свое мнение по этому поводу, возможность его высказать на референдуме, который выходил бы за масштабом Волгоградской области. Ну да, здесь, конечно, тоже есть некий дискомфорт в собственной истории. Город Волгоград, а битва Сталинградская. И здесь не нужно скрывать и пытаться говорить, ну давайте разделим это Сталин отдельно, а Сталинград как город-название это отдельно, давайте не будем смешивать. Ну это же от Лукаова. Ну вот знаете, если посмотреть на это как раз сквозь призму вот этой культуры отмены или вот переписывания истории, да, то вот мы же уже говорили, что взгляд на Россию, он часто вот переносится. Вот Запад проводит эту политику колониальную и должен каяться в этом, отказываться. И России пусть она тоже кается. И когда говорят о Сталине и победе вот в этой битве, ведь я вот почитала как раз тоже вот эти все заголовки, и там же пишут, что победа под Сталинградом это такой личный триумф Сталина, когда он превращается в икону и становится вот еще большим таким диктатором. То есть это опять-таки вот этот вот традиционный миф, что Россия, какой бы она ни была, это империя, которая стремится к экспансии, а правитель... Автомат Калашникова получится. Да, 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 именно так. Вот, ну, это очень деликатная, конечно, тема. Мы понимаем, насколько она чувствительна для нас сейчас. Вот, казалось бы, прошло столько лет, а чувствительность только обостряется. И это история, которая никогда не бывает одноплановая. Конечно. Она очень многоаспектна, но мы понимаем, где в ней вот нравственное дыхание сегодняшнего дня, в чем оно состоит, что нам нужно для будущего. Вот, ну, просто меня немножко смущает, что все время какие-то американские примеры. И мы, как бы, получается, несем ответственность за какие-то американские проблемы. Поэтому я вот так рад, что прозвучали не очень обнадеживающие, но примеры из европейской, да, сегодняшней реалисти. Да, но у нас, конечно, ситуация тоже пополярная. Ну, да. Вот, допустим, другой пример. Город Мелитополь на днях, значит, здесь сообщили, что руководство города приняло вот такое решение, что всем городам, всем населенным пунктам, всем объектам в городе вернуть сугубо советские названия. Не просто даже названия, которые были в период Российской империи, а только советские. Карл Маркс, значит, Карл Маркс. Ленин, значит, Ленин, значит. Вплоть до того, что улица Академика Королева и другие, так сказать, достижения, связанные с нашей историей, нет. Вот только советский период, ну, вот такие издержки. А вот в Белоруссии там есть другое понятие, наоборот. Это понемический Чернобыль. То есть там есть населенные пункты и целые районы, где все тоже застыло в конце 80-х годов и ничего не меняется. А есть и другие случаи. Улица, перекресток, и там пять или шесть названий улиц, все, как она, как называлась эта улица, и в период, когда там Польша была, и Советский Союз, и все, что хочешь. Вот. То есть так пытаются показать, сохранить историю. То есть мы понимаем, каждый должен искать свой ответ на этот общий кризис. Те же французы, допустим, Кальбера даже подвергают культуре отмене. Знаменитый самый главный министр, самый известный Жан-Батист Кальбер, первый министр Людовика XIV, строитель, создатель Версаля, то есть сердце Франции, души Франции. А потому что он принимал участие в разработке кодексов для упорядочения системы рабовладения в колониях. То есть, опять-таки, он тоже занимался проблемами политики, колониальной политики, заморской политики. Поэтому и Кальбер вместе с Наполеоном это рабовладельцы. При том, что Наполеон, он занимался вот этим вопросом, связанным с рабовладением два месяца на протяжении своей жизни. В тогдашних условиях обычный француз в глаза своих не видел чернокожего. Слова «расизм» тогда не существовало. Но вот на Наполеона, на создатель современной Франции, вешают вот это ярмо, ярлык расиста. Вот я все думаю, да, вот какие могут быть противоязия, да. Почему-то вспоминаю старую, добрую школьную программу, у человека в футляре, да, чеха, вот как бы чего не вышло. И вот по сути такая же ситуация, то есть какая-то неопределенность, понимание того, что это может за собой что-то такое повлечь неприятное, да, и совершенно глупое, парадоксальное поведение, человек пытается вот как улитка спрятаться, сохраниться. Но это как бы не один такой смешной персонаж, да, это даже, в общем-то, может быть, и не самые последние представители современного общества, да, вот в такой же ситуации находятся. Как бы чего не вышло. Да, и вот эта самая культура страха, когда люди... Культура страха, да. Вот, я думаю, что это все будет как-то преодолено, и даже, ну, у меня есть какие-то надежды, все-таки человечество развивается нелинейным путем, что то же самое молодое поколение, которое получило прививку вот этой культуры отмены, потом это скомпенсирует, да, по-своему. Но кто знает, что может прийти на смену, какая форма бунта, да, против этой культуры отмены может еще по нам ударить. Ну? Правда всегда себе пробьет дорогу, в том числе историческая правда. Безусловно, потому что история, да, прошлое, это не мертвичина, и не архаи. Это живая абсолютно материя, абсолютная реальность. У нее тоже есть свой мусс. И мне кажется, вы всегда верно говорите, учите историю. Вот мне кажется, это и есть единственная прививка. Она вас научит. Да, не отменять историю, не переписывать ее, не обнулять, а вот учить. Ну, как замечательно, да, у Ключевского, что история, это не магистр Вита, да, она ничему не учит, но она не прощает невыученных урок. Учите историю. Спасибо вам большое за эту сегодняшнюю беседу, вот, я думаю, что это тоже мы как-то преодолеем. Надеемся. Спасибо. Смотрите, программу «Истериад». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...